Авторы Shadow Warrior 3 сообщили, что на прохождение их игры уйдёт целых 500 часов, если её пройти 60 раз. Таким образом, польские разработчики подкололи своих коллег из Techland, которые ранее заявили, что на полное завершение Dying Light 2, со сбором всех коллекционок и учётом всех концовок, придётся потратить 500 часов. Techland отдельно уточнила, что речь идёт именно об открытии всего контента, который за одно прохождение разблокировать однозначно не получится. Всем привет, это GSTV. Сегодня воскресенье, 16 января 2022 года, и вы смотрите главные новости игр последних дней. Это звучит как анекдот, но студия Cloud Imperium Games уже думает о продолжениях Squadron 42 — одиночного модуля Star Citizen. Операционный директор Карл Джон в разговоре с журналом MCV сказал, что к 2027 году Star Citizen будет большой популярной MMORPG, а Cloud Imperium — командой, имеющей в своём распоряжении куда больше специалистов, ресурсов и поддержки комьюнити. А офисы будут открываться по всему миру. Например, Джон упомянул азиатско-тихокеанский регион. В любом месте, где игра будет обрастать фанатами, должен появляться филиал для поддержки проекта в этом регионе. А Squadron 42 хоть и должен был выйти ещё 7 лет назад, но, по мнению Джона, сиквелы — а он использует именно множественное число — определённо отправятся в производство уже в течение ближайших пяти лет. Релиз игры вроде как состоится в 2024. Мол, студия хочет выпустить Squadron 42 как можно скорее, но проект будет готов только тогда, когда будет готов. Как считает Карл Джон, лишь у Cloud Imperium есть ресурсы на создание таких масштабных игр, как Squadron 42 и Star Citizen. И последнее, по его мнению, однажды может стать для игроков метавселенной. Забавно, что хоть директор и упомянул про 2027 год, когда Мол Стар Ситизен расширится до состояния очень крупной MMORPG, но он не смог сказать, будет ли она на тот момент доделана хотя бы до релизной версии. Возможно, следующая часть Grand Theft Auto выйдет в 2023 или 2024 году. Такой вывод можно сделать на основе высказываний менеджмента Take-Two во время последнего конференц-кола. В 2024 финансовом году он начинается 1 апреля 2023 календарного года и заканчивается 31 марта 2024. Издатель планирует рост показателей на уровне 14%. Это означает, что компания готовит крупный релиз. Согласно подсчётам Дага Кройца из инвестбанка Cowen, чтобы показать такой прирост, Take-Two придётся продемонстрировать выручку на уровне 9 миллиардов долларов. А без GTA 6 это будет проблематично. Аналитик инвестиционной группы Jeffress Group высказался осторожнее — в 2024 финансовом году выйдет хотя бы один крупный релиз, основанный на франшизе Rockstar Games. Если аналитики правы, то новая Grand Theft Auto увидит свет примерно через 10 лет после GTA V. Начиная с 12 января PUBG стала бесплатной — платить надо только за доступ к рейтинговым матчам. Переход на условно-бесплатную модель, видимо, сильно увеличит аудиторию игры — в первые сутки онлайн в Steam поднялся вдвое выше. С начала 2018 года PC-версия PUBG постепенно теряла аудиторию. Предполагается, что игроки уходили в Fortnite и Call of Duty Warzone. Но в интервью GamesRadar креативный директор PUBG Дэйв Курд утверждает, что игру решили сделать бесплатной не из-за высокой конкуренции. По словам Курда, у PUBG всё отлично — у игры есть сильные стороны, выгодно выделяющие её на фоне конкурентов. Переход на условно-бесплатную модель нужен, чтобы пользователи, подумавшие попробовать PUBG, но по разным причинам не покупавшие игру, смогли реализовать своё намерение. Впрочем, стартовала бесплатная версия с негативных отзывов. Вместе с онлайном ощутимо увеличилось и количество отрицательных отзывов, и их сейчас больше, чем положительных. Основных претензий у игроков две. Во-первых, после превращения PUBG в бесплатную игру начали возникать технические проблемы — видимо, авторы плохо подготовились к росту числа игроков. Во-вторых, часть покупателей PUBG считают, что доступ к рейтинговым матчам и другие подарки не компенсируют деньги, в своё время потраченные на игру. В результате, за первые сутки открытого доступа PUBG получила 3700 положительных отзывов и 4600 отрицательных. Многие положительные отзывы на самом деле тоже критические. А ещё резко взлетела проблема читерства — нечестных игроков просто пруд пруди. Relic Entertainment, между тем, выложила несколько роликов из пре-альфы стратегии компании в Heroes 3. С их помощью разработчики показывают, насколько комплексную систему разрушения зданий им удалось реализовать. Все обломки, летящие от здания — например, попавшие под огонь — это действительно фрагменты его модели, а не специально сгенерированные спецэффекты. Обломки сохраняют и текстуру, и материалы здания. При этом обломки — это физически корректные объекты, взаимодействующие друг с другом. Например, кусочки черепицы будут скользить по уцелевшим фрагментам крыши, а затем падать вниз. Такие обломки даже могут убить солдат. Кроме того, разрушаемые здания состоят из нескольких слоёв, отваливающихся по очереди. Например, первое попадание может сбить с дома штукатурку. Выяснится, что под ней кирпич, а второе пробьёт в стене дыру. В конечном итоге здание, оказавшееся под массированным огнём, просто обрушится. Самообрушение, похоже, устроено не вполне физически корректно — обломки проходят сквозь землю, а на месте здания остаётся остов первого этажа. Даты выхода у новой компании в Heroes пока нет, но, скорее всего, игра увидит свет в конце года. Чуть меньше, чем через год после выхода на Switch, в Steam отрелизилась Monster Hunter Rise. И весьма удачно — новинка попала в топ-10 самых популярных игр сервиса. Пиковый онлайн достиг более 90 тысяч человек. Но, несмотря на такой хороший результат, игре, конечно, очень далеко до показателей Monster Hunter World, которая на пике собрала более 330 тысяч пользователей. Игру приняли в целом положительно, но многие жалуются на графику, потому что она мало чем отличается от версии для Nintendo Switch. Консольная версия Rise продалась очень неплохо — к октябрю 2021 года тираж составил семь с половиной миллионов копий. Battlefield 2042 демонстрирует удручающие результаты. Ещё в декабре онлайн в Steam-версии опустился до уровня Battlefield V — предыдущей игры серии. Во время каникул ситуация немного выправилась, но затем падение продолжилось. К вечеру 12 января онлайн в Battlefield 2042 опустился до уровня ещё более ранней игры серии — Battlefield 1. То есть за месяц онлайн упал примерно в шесть с половиной раз. Примечательно, что бесплатные выходные, проведённые разработчиками в середине декабря, не привели к увеличению количества игроков. В случае с Battlefield 1 и Battlefield V такие акции заметно увеличивали онлайн. Рейтинг при этом остаётся на в основном отрицательном уровне. Сейчас игру позитивно оценивают только 33% покупателей. Популярный симулятор градостроительства The Settlers, впервые увидевший свет почти 30 лет назад, будет обновлён и выйдет на ПК 17 марта в сервисах Epic Games Store и Ubisoft Connect. Новая версия игры используют в основном механики The Settlers 3 и The Settlers 4, но получила свежий движок Snowdrop Engine, как The Division и будущее Avatar Frontier в Pandora. Предзаказ уже доступен — в качестве бонуса покупателя получат доступ к набору основателя. Плюс открыта регистрация на бета-тестирование. Valve сообщила, что поставки Steam Deck начнутся, скорее всего, по графику — в конце февраля. С логистикой сейчас есть проблемы, но в целом ощутимых задержек возникнуть не должно. Компания даже выложила фотографию, где продемонстрировала одну из первых партий. В число первых стран, где начнутся продажи Steam Deck, вошли США, Канада, Великобритания и отдельные страны ЕС. Изначально поставки собирались начать в декабре, но Valve не успела получить необходимые комплектующие и отложила старт на два месяца. Постепенно в магазине Steam появятся значки о совместимости игр с портативными ПК, а сама Valve планирует соответствующим образом обновить собственные тайтлы. Создатель Bioshock Кен Левин уже больше семи лет вместе со студией Ghost Story Games делает какой-то новый крупный проект. Если верить Bloomberg, разработка продвигается не очень хорошо, хотя Левин в интервью Arcade Tech это не подтвердил. Но зато рассказал, что игра будет производить двойственное впечатление — мол, игроки будут в равной степени и удивлены, и не удивлены тем, что увидят. При этом геймдизайнер не хочет анонсировать проект задолго до выхода — релиз состоится довольно скоро после появления дебютного трейлера. Это плохо для маркетинга, но Левин не хочет на протяжении долгого времени наращивать интерес и повышать уровень хайпа, потому что не считает это честным. По его мнению, игроки должны знать, что именно они получат, а значит, надо показывать игру только тогда, когда она фактически готова. Суть своего проекта Левин не раскрыл, но согласился, что многие фанаты уже устали ждать хоть какой-то информации. «Я прекрасно их понимаю. Порой мне в Твиттере пишут что-то такое, что ощущение… помните, как в Большом Лебовске, когда окунают его головой в унитаз с криком «Где деньги, Лебовски?» Вот такое ощущение. И я не обижаюсь. Люди ведь это делают от любви к тому, чем мы занимаемся. Периодически я оставляю где-то комментарии по какому-то поводу, и мне начинают писать «Где твоя хрена вы играли, Левин?». Меня это не задевает, я всё понимаю. Когда я жду от моих любимых артистов нового альбома, нового фильма, мне тоже очень хочется получить его побыстрее. Но нам не хотелось бы показывать что-то, что не имело бы отношения к финальной версии игры. Да, от нас уже давно не было новостей, и многие могут подумать, да чем они там занимаются, сидят и бездельничают, но уверяю, что мы заняты очень непростым проектом и работаем каждый день. Предполагается, что речь идёт об иммерсивном симуляторе с большой вариативностью, персонажи которого активно реагируют на поведение игрока, а сюжет меняется в зависимости от предпринятых нами действий. По оценке источников Bloomberg, новая игра Левина может выйти в районе 2024 года. Будем рады вашим лайкам и комментариям, подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А на этом пока всё — играйте в хорошие игры, и до новых встреч на GSTV.